Всем привет! Ну вот, наступило воскресенье, и решила я, ну, взвесилась, решила вам рассказать, какой у меня прогресс в этом плане, как обещала. В общем, у меня за неделю, считая с прошлого воскресенья, минус 2 паунда, но это один из этих паундов, в общем, если считать с конца марафона, во время отпуска я один набрала, как я уже говорила. Вот, и сейчас получается, что я его потеряла плюс, минус еще один, то есть и того, ну, как бы, если считать за неделю, минус 2 паунда, то есть это где-то килограмм, чуть-чуть там больше, наверное, ну, в общем, там туда-сюда я как бы это не считаю. И это результат, учитывая, что я эту неделю не занималась спортом, и вообще активность у меня была близка к нулю. Ну, как вы видели, там из моей, кто смотрел предыдущие отчеты, я даже по шагам, у меня там 2000 в день не получалось, потому что много работала, работа сидячая, и поэтому за эту неделю, можно сказать, практически вообще не двигалась. Вот, но как бы минус 2 паунда, то есть на следующей неделе планирую немножко увеличить физическую активность, по крайней мере, ну, возможно, побольше ходить. Если не получится ходить, вообще я хочу начать, я уже говорила, что я после отпуска хотела начать челлендж Хлой Тин, кажется, так ее зовут, у нее там на 28 дней, по-моему. Я еще, кстати, не изучала, не смотрела, но у меня эта неделя не получилась. Вот, завтра я еду в командировку, но я думаю, что, может быть, я улетаю на самолете завтра, но это ближе к обеду. Думаю, если я завтра утром проснусь пораньше, то я, возможно, сделаю ее тренировку. И если начну делать, то уже постараюсь делать. Они вроде как там недолгие, от полчаса до 45 минут, и вроде как разбиты там, то есть можно сделать 15 минут, потом там в обед еще 15, ну, или делать все сразу вместе. В общем, я хочу начать этот челлендж, но если его начинать, то это как бы надо уже каждый день делать, надо, чтобы получалось делать, заниматься. Вот, загадывать не буду, но план такой, хочу завтра начать хотя бы этот челлендж. То есть какая-то физическая активность, чтобы какие-то упражнения у меня начали присутствовать. И посмотрим тогда, какой будет результат за следующую неделю. Хотя, когда начинаешь заниматься, мышцы, если начинают расти, ну, немножко, да, жир уходить, мышцы весят больше. То есть тело становится более подтянутым, но мышцы весят больше жира. Поэтому, если я начну этот челлендж, то я не удивлюсь, если у меня будет прибавка, или вес останется на том же месте. В общем, ладно, это все планы как бы сегодня, на данный момент, воскресенье, за неделю минус 2 паунда. Вот такой вот результат. Сейчас у нас пол первого, и я пойду посмотрю, чего бы там скушать уже. Потому что сегодня еще не пила, не пила, да, не ела, выпила только одну чашечку, один стаканчик такого кофе черного. Так что пойду посмотрю, чего у нас там есть поесть, чем можно поживиться. А, ну и добавлю еще, результаты, в общем, с момента, как я начала марафон, и он начался 8 января, кто не смотрел, кто не помнит. Вот с 8 января сегодня у нас какое число-то вообще? Сегодня 26 февраля, то есть за полтора месяца, грубо говоря, у меня минус 14 паунда. Это вот такой вот у меня результат с начала вот этого всего моего процесса. Так, в результате у нас час 42, и мы начинаем только есть. В смысле, я ем первый раз, некоторые у нас уже дома завтракали. Что у меня тут получается из еды? Цукини, приготовленные в духовке, ну, я их оливковым маслом с специями перемешала, сверху посыпала пармезаном, и в духовку засунула. Ну, они такие как бы не совсем готовые, немножко хрустят. Два яйца со шпинатом, бекон и кофе со сливками. Вот такой вот у меня первый прием пищи сегодня. Ну что, в процессе похудения без десертов никак, так что я очередной десертик тут замутила. Буду сейчас печь. Это такой получится пирог с фруктовой начинкой. В общем, там ягодная начинка брусничная, но у меня, естественно, брусники нет, у меня будет клубничная начинка. Надеюсь, что это все получится. В общем, по рецепту берется 60 грамм масла, комнатной температуры, взбивается с 4 столовыми ложками сахара заменителя эритрола. У меня нету, у меня вот этот монгфрут с эритролом, в общем, он тут вместе. Вот, я это перемолола в пудру, потому что, когда не перемалываешь, это не сахар, он не растворяется так, он чувствуется, поэтому когда пудра, оно лучше. Но масло у меня было не комнатной температуры, вот жду, пока растает, а то оно не взбивается. В общем, оно до однородности должно быть. И потом добавляется одно яйцо, и опять все как бы миксером до однородности доводится. Еще нам для этого рецепта понадобится льняная мука, вообще 1 столовая ложка, но я тут намолола, у меня семена были, поэтому я перемолола в муку, больше, естественно, то есть я оставлю еще. И кокосовая мука, то есть это рецепт без миндальной, кому не нравится с миндальной мукой, мне, честно говоря, с миндальной не очень, вот сколько я десертов пробовала, потому что они какие-то тяжелые слишком для моего желудка получаются, такие прям аж чувствуется тяжесть в желудке, в общем, поэтому вот попробую с мяной. И здесь, ой, что я сказала, миндальная, здесь кокосовая мука идет, и псиллиум тоже сюда нужен. Ну, в общем, сейчас покажу, как все как. Так, в общем, масло, похоже, немножко уже подтаялось, перемешалось с рецептом. Сейчас добавлю яйцо и буду взбивать. Да, и духовка включается, я уже включила, на 190 градусов Цельсия. В общем, так, у меня тут уже яйцо с маслом и сахарозаменителем. Вот это все перемешала и теперь добавила сухие ингредиенты. Это у меня 2 столовые ложки кокосовой муки, 1 столовая ложка льняной муки, 1 чайная ложка псиллиума и 1 чайная ложка разрыхлителя. И сейчас это все перемешиваем до однородности. В общем, вот так вот форму я сделала, не знаю, видно или нет. По рецепту, рецепт из инстаграма написано, что вот так вот выложить, как корж, форму и сформировать такие бортики. Рецепт из инстаграма, как я уже сказала, видео нет, поэтому понятия не имею. Так я сделала, не так, тесто такое довольно мягкое, дырки прорываются на дне. Ну, надеюсь, что что-нибудь из этого получится в результате, что я вообще смогу отодрать от этой формы потом. Ничем форму не смазывала, потому что тесто и так жирное, масло много в нем. В общем, и ставится в холодильник, ну, чтобы оно немножко застыло. Пока буду готовить начинку наверх. Сейчас покажу, что идет наверх. Это отправляется в холодильник. Ну, не знаю, в общем, вот так вот у меня получилось. Форма, наверное, слишком большая. Я думала, может, сначала в этой более мелкой делать. Но на всех на нас это как бы я еще с собой хочу немного взять завтра в командировку. В общем, решила растянуть на более, на эту, на более большую форму. Но получилось очень тоненько, поэтому... Ладно, что выйдет, то выйдет. Так, по рецепту написано, один стакан брусники. Немного проварить. Можно добавить эритритол. Ну, вот я сюда пудру еще немножечко сыпану, так, чтобы сок пустила. Ну, у меня брусники нет. Я вот клубнику порезала вот на такие, типа, кубики. Так что сейчас я немножко проварю, присыплю эритритолом и покажу, что дальше. Вот, буквально минуточку я проварила. Ну, вот такое осталось все. Сейчас выключаю. И оно постоит. Вот, я начну делать основную часть начинки. Так, для начинки приблизительно начинается все так же. 60 грамм масла. У меня тут 63 получилось комнатной температуры. Это уже должно лучше взбиваться. Я его не ставила в холодильник. Взбиваем с четырьмя столовыми ложками эритритола. Сейчас добавлю. И потом добавляется одно яйцо. И тоже это все вместе миксером перемешивается. Вот такая масса у меня получилась. Но, опять же, масло тут не совсем расставшее. Здесь нормально. Это я еще раз повторю. Здесь 60 грамм масла. 4 столовые ложки эритритола. Монгфрута у меня вместе. И одно яйцо. Все перемешала. И сейчас добавляем почти все так же, как для теста. 2 столовые ложки кокосовой муки. 1 столовая ложка миндальной муки. И нашу клубнику, бруснику. В общем, у кого там что есть. И еще добавляется пол стакана сливок. И потом все это перемешивается. В общем, вот такое вот. Сливки добавила. Все добавила, перемешала. Что-то мне кажется, она немножко жидкая. Показалось. В общем, я добавила еще пол ложки кокосовой муки. Разница от того, как мы замешивали тесто. Здесь нет псиллиума. Там было. Здесь есть сливки. А так, в принципе, ну и клубника. А так, в принципе, то же самое. Сейчас буду это выкладывать. Достану форму. С холодильника выложу. И в духовку, как я уже говорила, 190 Цельсия, 375 Фаренгейта. Это по рецепту написано 30-40 минут. Но я уже буду смотреть, как оно там будет получаться. В общем, вот так вот оно у меня получилось. Ну, забортики вроде нигде не зашло. Не знаю, как будет выпекаться. Посмотрим. Еще единственная разница с рецептом. Там написано посыпать дно, до того, как вы вот это вот жидкое все выльете, начинку, хлопьями миндаляна. То есть миндаль должен быть таким порезанным. У меня есть только цельные миндальные орехи. Резать их, обжаривать. Ну, они должны быть, наверное, немножко обжаренные. В общем, я решила не делать. У меня здесь нет миндаля. Я просто вылила начинку на вот этот корж. Все. Это идет в духовку. Блин. Убираю со стола и обнаружила, что я вместо разрыхлителя положила соду. Надеюсь, это не повлияет на результат наконечный. Потому что в рецепте именно разрыхлитель и бейкинг паудер у меня. А я взяла бейкинг сода. Не почитала. У меня баночки две одинаковые. Разного цвета. Ну, что-то, в общем, забыла я про это. Про то, что это другого цвета. Баночка нужна. В общем, посмотрим, как она выглядит. В общем, я только что достала его из духовки. Ну, я не знаю. Вот он такой очень-очень мягкий. Здесь вообще мягкая. И край тоже. Ну, сейчас пускай постоит, остынет. Может быть... Пальцем потыкала. Может быть, он немножко как бы затвердеет после этого. Потому что, не знаю. Ну, вот видно, что край отстал от формы. Корж где. В общем, решила оставить его остыть. И потом вынимать из формы. А то у меня такое ощущение, что развалится. В общем, у нас уже 7 часов 10 минут. Это моя вторая еда за сегодня. После первой еды, которую я вам показала, я еще не голодная. Если не хочу. Полина тут все что-то греет. А я решила просто чай с пирожком. Вот такой он получился. Не поднялся. Не знаю. Ну, надеюсь, вкусно. Нелон уже пробу снимает. Ну и как? Кусно? Есть можно? Катаный вкусно пахнет. Не знаю. Мне пахнет. Нормально. Пахнет как рыба. Какая рыба. Клубни котов. Ты что-то выдумал. В общем, тоненький получился. Ну, в общем, сейчас буду чай снять. Можно чуть-чуть? А, это там сахарная пудра. Ну, посыпь сверху, ладно. Ну, это не сахар, а этот сахарозаменитель. В общем, пьем чай. И, наверное, на этом с едой уже будет все. Хотя, может, я потом попозже ягод съем еще. Не знаю. Ну, в общем, вот такая вот у меня еда сегодня в воскресенье получилась. Я видео снимаю. В общем, что-то мне торта мало. Ну, мы его почти все съели. Он такой влажный, мягкий. И его можно много съесть. Он не очень-то насыщает. Ну, как десерт, хорошо. В общем, я съела два таких куска. И что-то мне как-то мало. Так что я сейчас... Цукини? Нет, цукини. Ну, у меня там чай остался. В общем, и сыра. Догоняю. Сыр с розмарином и оливковым маслом. Вот, и что лежит. Нет, всем надо с моего куска попробовать. Вкусный. Так что вот, ем еще.